Наша наша оставалась всегда крепкой и возрастала. Тело, тело слабеет. Да, тело будет слабеть, а душа будет... А то Виктор Андреевич не знает, что слабеет. Он сказал! Я договорился. Говорился, да. Правильно, сестра меня поправила. Спасибо, Христос. Это вы проверили нас. Да. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Внимательно. Молодцы. Мы слушаем, слушаем. Слушайте, да. Это приятное есть. После страшного суда ты что-нибудь говоришь? Вчера у брата нашего... Кто у нас, кстати, самый старший из Чистов? Старейший из Чистов? Виктор Андреевич. Игнатий Тихо. Нет, по рукоположению. По рукоположению? По рукоположению. А, Севастер. Так у него вчера был День Ангелов. Нет, не совсем так. Это Леонид Петровна считает, что когда мы крестили 7 июля. И она считает наше рождение. Это и не я считаю. Это говорит в Писании. Когда крестись, тебе дает Бог Святого Духа. Это ангел наш. Ангел крестился Надежда. Этот самый сын еще Зоя крестился. Осталось всего 5 человек. Да. А когда день рождения, день рождения, это значит тогда, когда в честь именина. Вот у меня, например, 30 сентября. Надежда, Вера и да, и у тебя тоже. А я родилась, это уже именина. 10 сентября это именин. Ну тогда и у меня тоже в 96 году. Тоже 7 высказали. Тогда у нас тут очень много. И исполнит вам, красная бабушка. Всех вы нас по день рождения. Ну и так. И брата, и все. Или с ним. И с ним. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Расподобит вас Господь пребывает и вас, Поже, здравие души и тела, многое лето. Все в этих числах. Я думаю, что все мы единодушны будем, что брат наш давно уже достойный повышения. Верархии. Верархии нашей, да. Епископы. Епископы. Он не ту работу себе избрал. Уже бы давно был. Любовь Екатерина. Любовь Петровна жаждет слова. У меня такой вопрос. Нужно, значит, стены обмыть, потолки. Обратился совет женщин. Ко мне. Я, значит, вот сделала список. Может, кому нравится, кому не нравится. Ну, сами переменяйте. Вот, купить Людмила Степанова. Значит, мамочки. Где наши мамочки? Это вот вам. Вы должны свою там сделать. Столовая. Ну, то есть, вот это вот. Гончина. Драпезная. На твоей там сколько людей ты их заберешь. Где мы молимся? Это значит, всех я там собрала. Люда, возьми. Будешь ты их заберешь. Ой, Люд, я тебе не то дала. Вот где купить. Вторую бумажку. Давай сюда. Маленькую. Я кослеты не видела. Нет, по покупке. Людмила Степанова. Нет, другую. Вот эту, первую. Ага, первую. Клеить обои. Вот нам нужно склеить обои. Вот там я посмотрела. Ну, до того они грязные. Я даю эти обои. Конечно, они могут быть там по свету. Ну, подобрала. Осталось у меня там два прямо рулона, полурулона. Значит, отвертельная будет Кудрявцева. Это, Янрита, ты не возмущайся. Ты хорошо клеишь, будешь давать. Ну, и надо попросить Валеру. Так как Валера у нас очень высокий, он может на лестницу залезть и там послезть. Ну, ему помощники кто. Лена Сокольских. Лена. Теперь, значит, и Потеревова куда ушла она? Ну, то есть девочки это самое. Значит, кухня, кухня. Кухню мы Мишу просим, чтобы он там все почистил. Миша, ты почистил. Я крепечку пока не почищу, ничего там не надо делать. Ну, не знаю. И с Леночкой. Извездка есть, сказала Александра Михайловна. Извездка есть. Вы там вместе с ней созвонитесь и поделите, вымойте. Теперь, что касается сенок. Вот, значит, в сене, где у нас лежит веранда, и та, и другая. И здесь. Ой, я позабыла. Любовь Николаевна. Зугуляева Наталья. Где там у нас Наталья Зугуляева? Там только промеси. И Зугунова Марина. Ничего не разберешься. Ну, вот Николаевна, здесь дайте ягоду. Да, ягоду Николаевна. Аккуратно держи, чтобы поделать. Там разобрать просто, сложить все аккуратно, комод. И подумать, там ничего не нужно. И теперь, значит, братья, вы сегодня должны поднять вот эту крупу, которая мы выходим, когда закрыть ее, Таня даст, закрыть ее. Там сахар, сахар, сахар. А там сахар? Где она лежит? Все равно, вот эта вся влажность, она, значит, и у крупу, и сахар, нужно поднять на какие-то доски и все это закрыть. Крупу и сахар нельзя вместе ложить. Крупу и сахар нельзя вместе ложить. Тогда точно оцелеет. Не надо. Сахар оцелеет, и когда оцелеет, крупа. Вадим правильно говорит, надо послушать. Ну, не слушайте. И все, влажность вот эта. У меня такая проблема. Ну, все, все, мы слышали. Спасибо. Теперь, нет, еще один у меня вопрос. Настя обратилась к вам. Я так подумала на неделе, чтобы там, значит, ей пол утеплить. Ну, так как Ваня уже взрослый мальчик, ему нужно помогать. Я вот думаю, что попросить Костю и еще кто у нас. Костю и Костю и Костю и Костю и еще кто-то там из этих самых. И Надю. Ну, и Валера у нас насчет этого мастер на тело. Да, вон Андреев. Да, Андрей. Андрей. Андрей, ну, парень, ну, помогите ему купить вот это все, привезти. Возьмите у Насти, пока Настя живает. Ну, поднимите ей. Настя уже сказала, что ничего не надо. А что купить это? Ну, как же не надо? Настя не надо ничего. Ну, что вот топом-то свать? Как это свать? Ты не знаешь. Ну, Ленорием свяпал, ну, не хорошо было стекло. Ну, вот это вот все сделайте. Варя сам и сделает. А уж Ленорием купите это. Там грех-то с Ваней-то уж он разрешил. Ну, Настя последний раз спросила, прольнала. Настя не надо привозить. В машину-то не войдет. Это приезжаешь, деньги отдыхают. Так, подождите, вы что-то начали уже никуда. Давайте вы успокойтесь уже. Все, и так вы наговорили нам, молодец. Ничего себе. Дайте, Христос. Геня, пусть расскажет о маме. Да, о маме расскажет. Она слабая, она ничего не ест, вообще ничего не дает. А в основном счет, у нас знакомая, бедсестра, соседка наша, она проходит маме процедуры, делая. Капельницы, уколы. Ну, уколы, вообще точнее, Ваня делает ей. Мы помогаем по ней возможности, что просит, то и делает. Помогать обязательно вам надо, следить. Все для матери сейчас. Не по мере, а по сверхмере делать. Постящиеся у нас, самое постящиеся сегодня, на сегодняшний день, это из нашей общины, это Настя, потому что не пьет, не ест. Любая попытка проглотить что-то, воду или бульон даже, вызывает рвоту, рвота кровью. Так что, дай Бог, силы и терпения, чтобы без рвота, уныния и отчаяния пройти это огненное испытание. Молитесь, всегда помните ее. В молитвах. Она уже не встает с постива? Она садится с лица. Так она уже постится. Она практически все время, которое была в больнице, уже не ела, не пила. Это как минимум две недели. И вот уже три недели. Помоги, Господи. Про обои говорили. Почему мы не можем нормально поклеить нормальные обои? Зачем какие-то остатки? Нет, нет, нет. Ты ты же упринь. Так, все. Сиди, поднимай, поднимайся. Какие старые? Хорошие обои будем делать. В кулуарах обговорим. Так. У кого есть? Слово. Татьяна Кузьминична, что-нибудь скажете? Больные все те же, в общем, за те же все молятся. Я только единственное, знаете, совет один. Вы помните, говорили, бабушки все обращались, что кости у нас, как мы упали, сразу сломалось все. Вот Игорю надо. А вы знаете, какой совет афонского монаха? Вот так же 20 яиц надо скорлупу. И ее не прогревать сильно, а вот только чтобы она высохла немножко, прям вот над огнем, даже вот так вот он прямо сковородочку только по это, чтобы чуть-чуть только подсохло. Потом в муку перемолоть на кофемолке, вот как мука, и 6 лимонов, отжать лимонный сок без мякоти, вот только лимонный сок. Все перемешать и 10 дней должно это все постоять. Оно такое, это бурлит, это же как реакция. И через 10 дней по чаю на ложку каждый день принимать. Это очень хорошо. Для костей. А от 20 яиц? От 20 яиц. 6 лимонов. 6 лимонов, 6 лимонов. А почему не говоришь про побочные эффекты? Загустение крови и у кого больные почки, тому нельзя. Но это на суставы влияет хорошо. Ну вот, там же в этом ролике так же и говорится, что очень аккуратно с этим. Сколько раз Виктор Андреевич у нас этот рецепт смотрел? Да. Витя говорил, объяснял. Я на Афоне не был. Вот сейчас очень сильно идет возвращение, называется неоязычество. Они себя староверами называют. Поэтому, если вы услышите староверы, то вы не верьте. Никакие это не староверы. Вот отец Павел на медне был здесь. И вот нам переслал вот это вот. Видите, как трудятся там камни на обиде? Вот видите, икона, здесь подборки и псалтыри, и молитвы. Сколько раз молиться тут перечислено? 6 утра каждый день. 9 утра, 12. У него даже 12 утра, 15 дня. Ну, слава Богу. И 18 вечера, 21 вечера. И кто может в полночь, 12 часов. Вот так вот. И вот это, и читать сколько тут, 3 раза. Иисусову молитву, там, Богородичем. Ну, как, в общем, и так далее идет. Старцы, о чем высказываются? О смирении, о кротости. Молитва о спасении державы российской. То есть, говорит, надо начинать противостать прям сатане. И в конце он тут о двоеперстили. Я говорю, отче, а что ты нам двоеперстили это? И он говорит, видите, статуя тут апостола Петра. И он двуперстно, говорит. Значит, двоеперстно. Я говорю, отче, ну он двуперстно-то благословляет, и Христос двуперстно благословляет. Он же не крестится двуперстно. Он благословляет. Не было тогда еще крестного знамени. Ты же знаешь это, ты же Слово Божие знаешь. Да это так, чтобы не забывали о разных наших памятниках. Но тут написано именно, что о двуперстии. Поэтому вот тут, когда будете читать, это как бы немножко в сторону отставляете. Потому что это, как всегда, что-то... Сатана все-таки пытается завернуть, кроме Писания. А на первой странице, значит, начало сразу идет, не по Писанию. А вот это вот, я Свет, и вы не видите меня, я путь. Я говорю, а есть же проще. Я есть путь истинной жизни. И он вчера позвонил, идет у нас уже служба, и он звонит. Но я выскочил сюда. Отец, что случилось? Вот ты замечание сделал нам, что это не по Слову Божьему. Мы, говорит, это убрали, сейчас поставили Слово Божие. Я есть путь истинной жизни. Я говорю, не забудь там псалтыри у тебя еще на цирковно-славянском. Это же вы распространите людям, которые ничего не знают. Они что там будут по цирковно-славянскому вас читать? Вот да там немногие молитвы только известные. Я говорю, ну и все равно ничего там не понятно. Так что, говорю, давайте потрудитесь по-настоящему. Так что, кто желание у кого есть, зацепиться за все это, хотя бы немножко помочь, что, пожалуйста, помогайте. Это уже и в Потеряевке есть, Игнативность там это тоже разбирал, послание от отца Павла. То есть, вот есть у нас священники, которые трудятся, пытаются хотя бы идти за Христом. Ну, начало этому, как ни странно, было положено еще очень-очень давно. И положил этому начало человек, который был самой уничиженной. Иудей. И он был, ну как самый что-либо старообрядец. И не фарисей он был, и не садукей, но он был очень верующий. И звали его Иоанн. Вот сегодня как раз день, ну вчера был, 7-го числа. И его называют, этот день называют Иван Купала. И все начинают купаться, купается вся страна у нас. Выйдешь из автобуса, бэм-бэм с тебе ведро. И все смеются, довольные. Иван Купала, Иван Купала прыгает. Самое интересное, как так вот было, и сейчас, знаете, когда Масленица, все, Масленица, Масленица, блинчики печем. Блинчики это солнышко, солнышко. Веста встречается с зимой, и пошло дело, и поехало. Вся страна об этом знает. На Масленицу никто не знает, что происходит. Никто паститься не будет. Никто, заговения никакого нет. Вот в четверг идем к тещи на блины. Идут все такие, идут туда, едут туда. Машин невозможно сколько. Куда кто едет? К тещи на блины. Мы же русские, мы все знаем. Вы столько знаете, что да, да, осталось чуть-чуть совсем. Там такая широкая дорога, вымощенная. Делать дороги даже у нас учатся. Видите, какие дороги везде понаделали в Барнауле. Там уже, и там ехали раньше по колдобинам. Теперь хорошие дороги. Ничего это не значит. Хорошие дороги ничего не значит. Хорошие колледжи ничего не значит. Сидите, вы шьете ровные строчки. Ничего это не значит. Без слов Иоанна Крестителя, который вам назвали. Не купал я крестителем. Никого он не купал. Он крестил. А у нас сейчас показывают священник маститый. Такой там патриарх ухожий. На нескольких языках разговаривающий. Профессор какой-то. Там ученых степеней, чуть не Нобелевский лауреат. Показывают, как ему сделали священник. Попросили священника. Пришел архиерея, патриарха. Ну ты такой умный. Ну давай верующий, давай будешь. У тебя и борода уже есть. Ну давай будешь. Я подумал и думаю. Там я людей спасаю. Хирург, профессор. Здесь буду спасать. Ну ладно, давайте. И показывают. Берет младенца. А младенец такой, знаете, уже. Он не младенец. Он большенький уже. Там несколько месяцев. Пацанинку. Вот так вот его взял. Вот так подмышку. И. Поливает. Ну ты хирург, который делаешь на головной мозг операции. Ты что, почитать там немножко не мог, что ли? Чуть-чуть. Ну никаких таких никто. Ну Иоанн Креститель. Как он крестил? Как он? Вот река. Заходили в воду. Крестил. Крещение, погружение есть. Почему этого не знали? Иоанн Креститель показал всем. Он называется Иоанн Креститель. Джон Баптист. Да. В английском. Ну самое, вот самое великое, что он сделал, это даже не то, что он погружал. Хотя, ну это было предзаменованием всего нашего спасения. Как сегодня сестра сказала. Это наше рождение. Ну совершенно верно. Он, когда люди стояли на берегу и думали, ну что, идти, не идти. Ну идти к нему не подойти. Ну пророк. Многие идут. И вот они в раздумье. Помните картина Иванова? В таком раздумье. Кто-то вот так прям смотрит. Фарисеи там садукеи такие за кустом. На него злобно смотрят. Другие в растерянности. Другие фарисеи-то стоят умные люди. Идти к нему не идти, не знаем. Хорошо картина поймана. И он показывает на какого-то человека, который там со стороны идет, не спешит. А что он не спешит-то? Все спешат, а он не спешит. А что ему спешит? И он на нем показывает. И картина называется. Вот Агнец, который берет на себя грехи мира. Все, Агнец, вот этот вот Агнец. То есть вот идущий человек, это Агнец, который берет на себя грехи всего мира. Вот отсюда начинается зарождение христианства. И казалось бы, ну и что, что это сказали? До кого? Мы должны с одного слова пророков понимать. Потому что его поняли сразу два его ученика. Кто они были? Иоанн и? Как Яков-то? Нет, не Яков был это, а Петр был это. Петр, Петр и Иоанн. И они пошли за Христом, пошли и узнали, где он живет. Сначала спросили, он говорит, пойдите за мной, узнаете. Пошли, спросили. Потом начинали призывать брата в Андрея позвали. Потом там Филиппа, Нафанаила. И вот собрались апостолы. И апостолы принесли весь по всему миру. Вот откуда все началось. А вышел этот человек, его вообще никто не знал. Старовер и старовер, заросший весь, дремучий, поясом там, кожаным, припоясанный. Саранчу какую-то там ловил на камне, жарил ее под солнцем. Это просто таиландец какой-то. Нет, оказывается, оказывается, самый что ни на есть святой муж. И то, что он грязен там был, может, ну да, не знаю, как он, насколько он был. Неопрятно одетый, никто на это уже не смотрел. Я хотел сказать это к чему? К тому, что все мы ответственны за это. Мы же все признаем, что это Агнец, который взял на себя грехи мира. И чем закончил Иоанн Креститель? Закончил обличением самого царя. И обличение это привело к тому, что его супруга, этого царя, решила расправиться с Иоанном. Потому что правда застила глаза. А правда-то было не то, что там верите вы в Бога или нет. А как вы исполняете законы Божьи? Правильно, неправильно. Поэтому, где бы мы с вами ни были, мы должны быть настоящими учениками Господа нашего Иисуса Христа, на которого показал его как бы учитель даже. А он говорит, да ты должен же от меня креститься, а не я от тебя. А Господь говорит, нет, так должно исполнить всякую правду. То есть, он признает, ты же собрал здесь столько людей. Ради чего? Ради заповедей Божьих. А я и есть заповеди Божьи. Так что, я твой ученик, поэтому ты меня крестит. Понимаете, до чего дошло? Поэтому он учитель всех верующих в Иисуса Христа. И к нему приходили-то как? Они тогда не понимали еще. Господи, а вот он, вернее, пророчие, он же там крестит. Вот, а вы, и он говорит, эх, мне надо бы умоляться, ему возрастать. И может ли, этот, друг жениха на брачном перу занять его место? Ну, вы сами понимаете, о чем говорите. Радоваться он должен, что жених пришел. Так что вот, и концовка наша будет только такая. Поэтому вот сегодняшнее было и о старцах, и о юношах. Все мы будем получать по полной программе. Поэтому не спешите, юноши, молодые люди, называть кого-то друзьями своими, пока не увидите, ученик это Иисуса Христа и Иоанна Крестителя или нет. Не надо торопиться. Ну, если вы уж сильно хотите из мира кого-то назвать друзьями, тогда на себя посмотрите. Вы-то сами достойные ученики Иисуса Христа и Иоанна Крестителя. Потому что впереди только скорби ждут. Больше ничего. Об этом вот говорит вот эта вот брошюра, которую отец Павел с камня на обе, Ермольненко, посвящает нашим душам, ну и Господу нашему. Прости, Христос. Слава Господу. Еще у кого есть слово? Игорь, а Павел служит? Да. Вернулся, да? Да, служит. Там в камне? А он служит дальше? Да. Ну, под и ремням. Под и ремням? Ну и в камне там тоже есть у него несколько. Прикажем. Да как не притесняет-то, он же не в московской патриархии. Немножко. Ну, он там где-то удривляет куст староблецев. Он староблец стал. Ну, отсюда это... Два перстя. Да, две перстя. Ну да, хотя бы немножко. Ну, что касается крестного знамени, дву перстя, там тре перстя, троя перстя. Игнатий, сколько раз нам уже говорил об этом. И в том, и в другом есть элементы ереси. Поэтому он говорит, что если уж говорить, то католики более правильно трактуют это. Пять ран и пятью ранами с гибельной стороны на правильную сторону. Ну, это наше, так сказать... Мы можем принимать это, не принимать, но уже как принято у нас в троепествии, что троица единосущная, нераздельная. Так что... Это на спасение не имеет значения... К спасению мало имеет отношения. И вот то, что там приведена эта скульптура... Скульптура ведь тоже, на нее мы не должны опираться. Мы должны здесь опираться на Слово Божие. А чего нет в Слове Божьем, о том не рассуждаем. Нет, в камеру. Игорь, я скульптуру вообще... Переделано из Юпитера. Из-за подделки какие-то вообще... Так, еще можно я хотел? Хотел поблагодарить брата Михаила. У него прям подъем такой силы. Не знаю, никто не помогал ему, ничего. Я обычно кого-то собираю, правда никого не соберешь. Последний раз я сам себя собрал и потом отсюда еле живым уехал. У меня спину прихватило и колени, в общем, скручило на неделю. Брат Михаил, как огурец. На него возлияние только, по-моему, отлично воздействует. Сам Дионисий помогает ему. Поэтому брата поздравим с крепким здоровьем. Поблагодарим за то, что он тут... Видали, как прибрался? В одиночке. И попросим его, чтобы он таким оставался навсегда. Дионисию Божку там скрутил. Сегодня слышал какие проповеди? Для тебя специально. Я ничего не убирал. Просто помолился, Господи, пожалуйста, проповеди. Обо всех. Помоги, Господи, брату, устояйся от козни дьявольских, от этого зеленого змея, избавиться навсегда. За такое здравие, такое благочестие. Со сладом ты-то решишь этот вопрос или помогать тебе надо? Ну, крышу-то там снесло. Я закрыл. Закрыл уже? У Надежды Силы? Ну, с старым шифером этим. Ну, да, да. Но он его не разбил сильно. А, на складе. Ну, разбил, но... Ну, куски большие, хорошие. Куски я там сложил, там. Принстрижал. Спасибо, Христос. О, дырка уже, видишь, проделали, уже развивку сделали. Ты говоришь, что когда ты там поедешь на следующую субботу на святение, чтобы там не произошло расслабление, брат. Дырники-то молились на дырку, помнишь? Да, к вентиляции подготавливаемся. 16 июля Николай Польмирев выходит в отпуск, и мы сразу же с ним собираемся. И все, мы сделали, сейчас подбираем вентиляторы. Потому что это оказалось самое сложное. Подобрать для нас вентиляторы. Потому что вентиляторы разные есть, надо, чтобы не очень дорого было. И цена невероятная вообще. Ну, и мы знаем, что... Тут непростые будут вентиляторы, большое помещение. Крещение-то будет завтра? Сегодня. Сегодня? Сколько крещаем? Сколько? Не знаю, сколько. Ну, он, батюшка говорил, трое, наверное. Так что, помолимся, чтобы Господь там устроил все как должно. В связи с последними крещениями, я вот тут батюшку просил, батюшка, вы как следует их расспрашивайте. А то крестили, через неделю начинают против, чуть ли не против православия уже выступать. Что такое с ними? Дорогой брат, я тебе могу сказать, многих мы расспрашивали с пристрастиями. Это и что? Тем дольше. В 91-м году сколько крестились? Да. Батюшка расспрашивала всех. Ну, по крайней мере, по себе точно помню. Долго беседовали перед крещением. Просто он не дремлет и все более и более активно работает. А мы теряем первую любовь, мы ослабиваем, ослабиваем, охлаждаем себя в вере, в любви, к ближнему и даже к Господу. Объявление хотел сделать. Сегодня с Людмилой Степаной мы договорились. Едем на площадь Суда Спартака, будем распространять Евангелие. Поэтому, у кого желание есть, после занятий немножко отдохнем, потому что что-то жара это действует или что-то силы прям уходят еще тут на занятия. И поедем. Будем распространять. Ну, сколько Бог сил позволит. На машине потом развезу всех по дамам. Спаси Христос. Еще у кого есть слово, все высказались. Значит, как обычно, далее у нас по программе. Песнопение, трапеза и занятия. Еще можно? Такое интересное замечание. Ну, Господь, как чудеса свои творит. Вот Он, говорит, и посылает дождь на праведных и на неправедных. И всем дает пищу. Я хотел сказать о Таиланде. Ну, Таиланд, поганейшая страна там вообще. Буддисты там очень такие. Там у них столько запретов, оказывается, там, в православии тоже. Они ненавидят это. И вот Господь туда им посылает постоянные наводнения. Там у них жарко. И что там у них случилось? Ну, просто интересный случай. У них там любят очень в футбол играть. Ну, понятно, там, что там, одни штаны и мячики гоняются в день. Жарко же. И там у них одна футбольная команда, там, эти, ребята. Ну, много там, человек 20, наверное. И у них тренер решил сводить их в пещеру, показать, какие есть пещеры. И они в эту пещеру залезли. В этот самый момент Господь посылает им дождь на праведных и неправедных. И, а пещера-то эта, она как идет с сифоном. То есть сначала вниз, а потом выходишь там вверх. И они вот там вот, как в этой пещере были. А вода залила вот эти нижние части пещеры. Не выйти. И не выйти. И, ну, знали как-то, знали, что они там есть. Ну, видать, подготовили все. Ну, чтобы сказать, что... Ну, никто ничего не знал же, что будет дождь, откуда это. А наводнение там прет, показывает. Мама не горюй. Вообще сначала даже непонятно, о чем говорят. И туда послали спасатели. И там у них очень маститый такой спасатель, там подводник. Все туда поплыл. И вот он так сильно хотел туда проплыть, что на обратный путь не хватило кислорода. И, представьте, он там задохнулся. Его оттуда вытянули. Ну, они за репер обычно, они за берегку. Вытянули уже труп. И вот туда там они еще пробивались. В конечном итоге пробились туда. И вот они там все... Ну, представьте, в каком состоянии. В каком-то они состоянии. Там показывают худые, как мышата. Глазки только такие вот. И вот вытащить их оттуда нет никакой возможности. То есть надо ждать, когда упадет уровень воды. А упадет он только через месяц. Представьте. Через полгода. Через полгода. И вот они там сейчас все сидят. Представляете? Вот Господь как показывает. Ясно, что... Во-первых, чудо, что они здесь не застали. Не застал там, где они еще были вот в этом узком месте. И другое, что к ним пробились. И не могут даже никакие кабеля подвести, потому что там очень сильно заходов много. Ну, я еще раз был, я понимаю, что это такое. Страшное дело. Еще эта темнота, как действует. Это просто ужас. И вот им вот там вот в мешках подводники эти с огромным трудом туда доставляют и пищу там, да, воду, и воздух даже еще, воздух. Ну, и там, видать, чтобы можно было узнать, кто там что там, может быть, помощь вообще туда. Это команда какая-то, спортивная? Футбольная команда. Футбольная команда, да, дети. Но они дети там 13 лет, может. Меньше, там человек. 12, вот так вот. Да, может и меньше даже. Поэтому, вот представляете, как сложно бывает людям, даже, казалось бы, познавательно, да, это же интересно вообще. Я и сам в пещеры лазил, знаю, что там очень интересно. Ну вот, поэтому помолитесь об этих людях и о тех, кто там... Да, чтобы Господь вразумил через это. И всех остальных, которые там подумали, дети. Да. Ну, что нам о тех тайландцах молиться? Нам, прежде всего, нужно молиться о наших близких, которые отошли или не веруют. А еще хуже, когда веровали и отошли. Пещера при свете дня. Да. Мы будем заканчивать. Боже слава Богу. Боже слава Богу. Сущую Богородицу Тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних распри, от беззакония, которые втанны. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покажутся в небежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что закрыли имя Твоего Бога и Его. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Алва, Отче! Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Подожди, сейчас выключить надо. Так, какую тут выключить-то? Я запись включил, а теперь не могу.